Возвращаемся к беседе с Дмитрием Щигликом, председателем Совета Директоров Американского форума за Израиль. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Дмитрий, если не возражаете, примем звонки. Давайте. Добрый день, пожалуйста. Добрый день, господа. У меня к вам вопрос. Вы знаете, когда это, в принципе, вы сказали, кстати, основу этого, в принципе, основание образования государства Израиль нашими сиандийскими лидерами было интеграция и потом превращение еврейского, евреев, которые живут в Израиле, в израильский народ, как вы сказали, дети. Это с вами 100% согласен. У меня, кстати, очень много друзей живет в Израиле, которые уехали в 72-м, 71-м, 73-м году. И вы знаете, они все, они служили в армии, мои друзья, и уже дети их служили в армии, и уже внутри служат в армии. Это настоящие, это израильтяне, которые, это, можно сказать. Но они, знаете, с кем бы я ни говорил, у меня таких много, это со школьной скамьи, а сам со Львова. Никто из них никогда даже не думал голосовать за партию Эйдия, Эйдии, Рибермана, потому что он говорит по-русски. У них вообще, они вообще этого, они просто этого не понимают. Такой вопрос такой. Вы думаете, настанет наконец такой момент, когда все, следующие поколения, по крайней мере, или как евреи, которые блуждали по Синаю, они внедрятся, и не будет русскоязычного, фольскоязычного, кстати, кроме русскоязычного, это, понимаете, по этой логике, если еврейскоязычный, то мы должны все голосовать за Борли Сендерса. Представляете себе? Это по этой же логике. Но это должно исчезнуть, потому что это, вы знаете, я видел видео с вашего, от Либермана, но я, ну, знаете, мне очень не понравилось. Эти автобусы с этими глубокими стариками, которые привозили голосовать, ну, не впечатляет. Если вам молодежь привозил, впечатлила, но не впечатляет. То есть эта партия автоматически через эти полосы исчезнет. Сережа, мы думаем, что такие вопросы, надо ему отдать весь эфир. Вопрос понятен. Вы повторяете пять раз одно и то же. Я отвечу вам на этот вопрос. Да. Безусловно, русскоязычные партии исчезнут, так же, как исчезли польские партии, румынские партии и так далее. Исчезнут. Но пока есть русскоязычная, сильная, достаточно большая группа людей, которые часто подвергаются дискриминации. Достаточно часто. Я могу привести пример. Только потому, что ты выходишь из Советского Союза, мало знаешь законов, ты не можешь получить очень много чего тебе положено. И это в основном старики. И о них кто-то должен позаботиться. И если свои о них не позаботятся, так кто о них позаботится. И, кстати, этот раз, этот раз, уже большинство стариков умерли, которые голосовали за Либермана. Одна треть за Либермана голосовали израильтяне. И, в общем-то, одна треть стариков, и одна треть, в общем-то, среднего поколения. Так что, понимаете, или надо знать цифры... Извините, связь прервалась. Sorry, the connection is lost. Ну вот, почему-то у нас прервалась связь. Ну, наверное, Дмитрий с вами не спорит, в данном случае, Алекс. Окей. Давайте мы попробуем связаться еще раз, перенабрать. Ну вот, нам удалось восстановить связь с Дмитрием Щегликом. И... Да, так я закончу попоследнее. Тут надо иметь цифры. И ими оперировать. Это вот просто вот никто. Никто это ничего. Это не боль. Понимаете? А есть статистику. И то, что вот эта партия набрала сегодня пять голосов, это очень много для такой партии. И без нее правительство не будет сформировано. Вы увидите, Либерман занет один из основных, или это будет министр обороны, скорее всего. Хорошо, посмотрим. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Я вообще хотела предположить, почему русские так слабо голосуют. А потом у меня будет вопрос. Да. Ну, те, которые выехали из Советского Союза, как вы помните, нас всегда заставляли ходить на голосование. Которое, в общем-то, ничего не решало, но это было под палкой, как говорится. Вот это, по-моему, последствия, это воспринимается как такая обязанность, которую не очень хочется выполнять. Вопрос у меня такой. Несколько передач назад уважаемый Александр Непомнящий нам рассказал, как возникло дело против Натаньяку. Когда главный полицейский заказал огромный заказ только что созданной компанией господина Ганса, когда он был, по-моему, тогда начальник штаба или что-то такое. Но самое интересное, что основным инвестором, то есть владельцем этой компании был олигарх из России. То есть огромное количество денег было перечислено в эту компанию, которая только что создалась и ничего не знала и ничего не делала до того. и неизвестно выполнен ли она вообще этот заказ. И короче говоря, русские олигархи научились пилить не только свой бюджет, но и бюджет Израиля. Но это не самое интересное. Самое интересное, что теперь под давлением вот этих обстоятельств, то есть под давлением России, то есть получается, что Россия хотела сбросить со своего поста Натаньяку, так же, как этого хотел Обама. Это вообще, ну, как говорится, ни в одну нормальную голову не может войти в нормальную бюджетную. Сережа, остановите. Скажите, пожалуйста, права или нет. Спасибо. Сережа, то есть я, к сожалению, что ваше точное зрение по голосованию, это может быть так, а может быть не так. Ну, все, что вы после этого сказали, это абсолютно, ну, не о чем дискутировать, потому что Россия полностью поддерживает Натаньяку. За прошлый год Натаньяку 11 раз в Москве. У них личный контакт с Путиным, и Путин, да, Обама не хотел Натаньяку, и Натаньяка выстоял. Теперь, что у меня, надо знать, о чем вы говорите. Какие там пилить, что вы говорите. Натаньяку меняется, что он получил подарки на много денег, это в основном сигары и коньяк. Вот, и все, все, что ему меняется. Откуда вы взяли русский след, откуда вы взяли какие-то заказы от русских олигархов, я не знаю. Но я знаю точно, что у меня это обама следствия, у меня это подарки, это в основном сигары и коньяк. Точка. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день. Слушаем вас. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы считаете ли вы религиозные партии правыми? Если да, то как они участвовали при голосовании правительства Рабина, когда они голосовали за принятие договора об Осло? Спасибо. Вы знаете, вы мне задали сложный вопрос, потому что я не помню, участвовали ли в странах. Кому-нибудь участвовала только одна партия США в правительстве Рабина, если она участвовала. Но дело не в этом. Дело в том, что правительство Осло к сожалению не голосовалось в Кнессете. Осло это был тайный сговор Переса с палестинцами. Вот что было. И голосования никакого не было, потому что если бы было голосование, не было бы Осло. 847-400-5-200. Ну, как бы давайте мы теперь от выборов, которые закончились, прошли. И сегодня, насколько вы сказали, партии будут обращаться к президенту с рекомендациям по поводу формирования правительства. Скорее всего, это будет такое формальное мероприятие, поскольку правый лагерь набрал больше голосов, и у них есть шанс сформировать правительство. Давайте копейки. Сережа, я единственное хочу заметить, что есть шанс. Это будет непросто. Это будет очень непросто. Ну, понятно, партии будут торговаться, то есть каждая партия... Много сортов сыра. Много сортов сыра. И каждая будет выторговывать себе какие-то позиции, портфели, деньги и так далее. Ну, насколько у Биби хватит гибкости, чтобы всем сестрам поселить... Я должен отдать должное. Биби самый опытный политик Израиля. Самый. И, похоже, самый успешный. Безусловно. Вот о чем я хотел, чтобы вы прокомментировали. Нью-Йорк пост. Давайте примем звонок, потом я вернусь к этой теме. Пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Я сегодня в новостях Израиля прочитал, что восемь ведущих партий, которые набрали больше голосов, собрались у президента и они рекомендовали на Тиньяку. Это как раз то, о чем мы сейчас только сказали. Еще не все. Еще не все. Наш Дом Израиль только завтра встречается с президентом. То есть, это как раз то, о чем мы только что говорили. Так вот, Вашингтон-Пост опубликовала статью, в которой говорится о сделке века, то есть, ну, о мирном решении вопроса. Давайте приним звонок, потом вернемся. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, пожалуйста. Я могу говорить? Говорите. Я тогда хотел спросить у ведущего из Израиля, где же было это голосование, когда Алекс Голдфорд за обещанный ему автомобиль Муцебиси решил полностью весь вопрос в пользу одобрения соглашения ОСЛА. Где же это было голосование? Не было голосования, я не говорю, что его не было. Сережа, донеси на радиослушатель, голосования не было, это был тайный сговор, который, к счастью, раскололся. Вот так. Значит, Вашингтон-Пост опубликовала статью о сделке века, имеется в виду решения конфликта. И в этой сделке речи не идет о создании независимого палестинского государства. Вы об этом что-то слышали? Нет, смотрите, никакой пока сделки нету. Это все домыслы, и мы знаем, к сожалению, в последнее время нашу американскую прессу, я, кстати, не из Израиля и Советского Союза, пардон, из Соединенных Статов. Оговорка. Ну вот, значит, есть сейчас, вот что меня волнует, это очень важно, ты задел вопрос такой, прямо нерв. Я боюсь, что Трамп перенес столицу Вирусалим, посольство Вирусалим, признал голландское насосы, а теперь скажет, ребята, ну а теперь пора как бы окончательно решить вопрос, давайте-ка сделаем два государства и закончим это. И Трампу будет отказать очень сложно, все очень непросто. Дело в том, что если бы палестинцы хотели государство, они бы его имели и в 47-м году, и в 67-м году, и когда был подписан этот Бегиным и Арафатом договор, и когда Барак были, помните, Клинтон собрал Барак и Арафат, и Барак все готов был отдать, ну все, он готов был вернуться к границам 67-го года. Ой, это действительно, вот Марии, поверь, что это было божественное проведение, что Арафат отказал. На самом деле, нас выручают палестинцы, которые не хотят государства, им оно не выгодно, это государство, потому что сегодня им дает Америка деньги, Европа дает деньги, Израиль дает деньги энергетику, а если они сделают государство, им надо будет развивать экономику, надо будет развивать государство, и что? И ничего, а так у них есть враг, они объясняют нищету народа, еще есть деньги, которые они пилят, как выразился здесь один радиослушатель, вот и все, поэтому кто не хочет государства, прежде всего палестинцы, и давайте попробуем принять еще звонок, добрый день, пожалуйста, вы в эфире, слушаем вас, вас не слышно, добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, ну во-первых, да, у них даже написано в их чартере, что государство Палестина от моря до моря, так что конечно они не хотят, вопрос такой, Бибин Таньяху обещал аннексировать иудею и самарею, как вы думаете, как будет стоять вопрос, будет ли он аннексировать? Нет, стоп, он ничего не обещал подобного, он ничего подобного не обещал, я не знаю, с чего вы взяли, это, он ничего не обещал, но я ничего не могу сказать, естественно, персональных связей у меня нет с премьер-министром. Нет, ну подождите, ну при чем здесь персональные связи с премьер-министром, нигде Бибин Таньяху не мог подобного обещать, даже если мечтает об этом, поэтому не будем это дискутировать. Серега, давайте на этом, тогда еще один вопрос, Трамп предупредил, как бы остерег Нетаньяху о тесных связях с Китаем, потому что там действительно Китай запустил свои щупальцы, пытается взять под контроль инфраструктуру, порты и так далее, и Трамп довольно, так сказать, однозначно предостерег о том, что Китай может влиять на политику, и что это может отразиться на американо-израильских отношениях ваших к этому? Ну, во-первых, это так, и я думаю, что Израиль здесь прислушается, потому что, смотрите, метро строят китайцы, китайцы там сильно влазят, и это, понимаете, может, мы можем просто потерять длительность, поэтому я здесь Трампу только признателен, что он предупреждает об этом. Вообще, по большому счету, вот, все почему-то основные СМИ предпочитают говорить о глобальной опасности со стороны России, а единственный человек на американском телевидении, это Такер Карлсон, который довольно часто в своих программах, и причем он приглашает специалистов, людей, знающих, понимающих в этом, об опасности, которую несет в себе Китай, о глобальной опасности. Послушай, Сережа, я думаю, что мы с тобой тоже это прекрасно знаем, и Трамп это знает, и все, в общем-то, грамотные политики это знают. Дело в том, что Россия сегодня это отговорка. Россия не представляет угрозы ни Америки, ни НАТО. Но НАТО надо спасать. Надо спасать НАТО, потому что Трамп сказал, нафиг оно нужно. И вот они сейчас придумали все врага. Ну, а левые мы знаем, почему, потому что им надо уничтожить Трампа. Сложная ситуация, ну, очень сложная. Потому что я вам скажу честно, даже если Россия оказалась, вмешалась, и это правда, так Россия же что показала нам, американцам? Что демократическая партия не демократическим путем действует. И это очень здорово, что она это показала. Что же они, демократы против демократии получаются? Да. Давайте попробуем еще один звонок. У нас хотя остаются буквально полторы минутки времени. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Я тоже читала про Иудеи и Самарии. Может быть, наш корреспондент посмотрит еще раз получше, если вчера нам что-нибудь подсказать про это. Потому что я тоже просто читала. Я думаю, не только я. Смиреж, я не услышал. Ну, речь идет о том, что все-таки где-то люди читали, что Нетаньяху заявил о том, чтобы взять под контроль или усилить присутствие в Иудее и Самарии. Вот это другое дело. Дело в том, что Трамп сказал, что мы никогда не откажемся о своем присутствии в Иудее и Самарии и от поселений. Это другое дело. Мы никогда не откажемся от поселенческой политики. Я думаю, что наши радиослушатели помнят, что я возглавляю комитет Семьяно-Семьянической организации по строительству поселений в Иудее и Самарии. Точно мы не откажемся. Ну, хотя бы так. Дмитрий, огромное спасибо и поздравляю, так сказать, усилия членов движения «Наш Дом Израиль» увенчались успехом. Поздравляю вас с этим. Спасибо. И я хочу поздравить наших слушателей евреев с Песохом. Вот. Так что вот хорошего, кошерного и веселого праздника с выходом из Рабства, чтобы мы туда больше никогда не попадали. А наши христианские друзья вместе с нами отметили этот праздник. Всего доброго. Спасибо, поздравляю вас с наступающим. Пока. Пока.